Всем привет! Я продолжаю вас знакомить со своими новыми ароматами. Это моно-видео будет посвящено одному из ароматов. Это танец благородных стрекоз Нобеле 1942. Всем желаю приятного просмотра! Данный аромат это итальянский бренд Нобеле 1942. У меня появился не так давно. И знаете, после арабских ароматов такая достаточно аскетичная, в принципе презентабельная коробочка. Выдвигается в форме такой книги. Коробка. На ложементе лежит флакон. Это все смотрится сдержанно, но красиво. Вот как-то немножко с какой-то такой исторический уклону в самому флакону. У коробки все просто, без каких-то изысков. Все достаточно скромно. Не знаю. Такое минимальное оформление в коробке. И не занимает много места. Ну вот оно размером с ладошку примерно. Сам флакон, он более красивый. На нем есть и тиснение, гравировка, выпуклые части логотипа. Тяжелая крышка металлическая с пластиком внутри. Табличка тоже металлическая. Флакон мне очень нравится, их оформление. И логотип такой вот круглый. В общем, нанесу аромат, прочитаю вам ноты и скажу своей ассоциацией. Мягкое распыление. На старте, кстати, я слышу, как и заявлено, красное яблоко. И такая легкая корица. Сладкий, красивый аромат. Любимый аромат, гурманский. Уже заявил себе, зарекомендовал. Аромат 2012 года. Группа цветочно-фруктово-сладкие. В верхних нотах красное яблоко, бергамот. В средних нотах корица, кокос, либо какао. Тут по-итальянски переводится по-другому. Пирамида. На фрагрантике кедр и корица в средних нотах. В базе ваниль, кокос, мус. Ну, итальянский сайт Нобеле говорит, что не кокос, а какао. Именно в средних нотах вместе с корицей. Корица здесь для меня, она такая не прям ядреная. Нет. А слегка такая присутствующая. Такая щепотка, деликатная. Главенствует яблоко, ванильные аккорды, хоть не сильно-то она и такая прям ядреная, но ваниль ощутимая. Аромат сравнивают, конечно же, с шарлоткой, с таким пряным пирогом. Но для меня это деликатная гурманика. Я не скажу, что это прям вот вы нанесли, и от вас пахнет прям шарлоткой. Нет. Для меня это уместная деликатная гурманика. В духе такой, не знаю, кройки, ароматов именно итальянцев. У меня есть от Руссарди Милана. Коллекция миланская. Там тоже такое деликатное, но гурманское звучание, и ароматы звучат, так знаете, деликатно. То есть они не будут прям вот пышать с вас каким-то некрасивым пирогом, шарлоткой или что-то такое. Это звучит приятно, сладко, ванильно. И, кстати, зачитаю аккорды и найду сравнение. Ванильный, фруктовый, сладкий, коричный, тёпло-пряный, кокосовый, свежий, мускусный, цитрусовый. Цитрусовый я здесь не слышу. Лёгкая какая-то намёк на кокосовость здесь присутствует. Но это всё, знаете, лишь фантазии, наверное, о кокосе. Потому что ванильные аккорды, они немножко выдают какой-то сахар. Такое... Вот слышатся даже по отдельности вот эти все ингредиенты. Вот для кого-то это пирог, а для меня это всё ингредиенты, которые только начинают замешивать. Щепотка корицы, красные сочные яблоки, которые уже так немножко сок дали. Ванилин вот такой. Ну, здесь ваниль, она не такая, не ванилиновая, более красивая ваниль. Какая-то такая какао, да, возможно. Какая-то першащая такая, першистая нотка. И нота какао для меня терпка першистая и такая, знаете, с перепадом в такой сладости. Потом опять в сухость такую. И здесь это тоже присутствует. Сочное, красивое, сладкое яблоко. Хоть в верхних нотах есть пергамот, но он не заглушает, не доминирует. Для меня нет цитрусовый аромат. Ну, можно притянуть, наверное, просто уже до кучи, но нет. Это ванильный, сладкий, фруктовый, гурманский, теплопряный, такой, очень живой. Вот, знаете, в этом аромате есть такие вот компоненты, они какие-то живые, натуральные. Как будто вот только что при вас вот эти все компоненты начинают замешивать, и вы слышите вот это прекрасное звучание. Но и это воспринимается для меня парфюмерно. То есть это и гурманский, и парфюмерно. Это понятно, что это парфюм. То есть здесь нет каких-то, может быть, таких, каких-то аккордов, таких, знаете, там, жасмина, еще чего-то цветочных. Но аромат воспринимается вот в духе итальянской какой-то. Я не знаю, школы или не школы, вот итальянского лекала аромата. Оно для меня уже вот есть. В этом лекале обязательно будет гурманские звучания, такие теплопряные какие-то аккорды, деликатность, такая аурность, умеренность. И чем красивее компоненты отдельные вот в списке меню или ингредиентов данного парфюма, тем это как-то вот изысканнее, красивее, красивее, вот как-то смачно, либо тонко ощущается вот в этом аромате. На этом идет акцент. И я хочу им пахнуть, он умиротворяющий, он согревающий, он такой уютный. И в нем нету какого-то такого буйного настроения, то есть не хочется идти в пляс. Просто ты созидаешь свое пространство. Аромат настраивает на созидательное настроение, на такой, знаете, рабочий лад, на какие-то и уютные вечера, и общение. То есть аромат достаточно универсален. Но я люблю гурманику, и для меня здесь гурманика, она не совсем тихая, но она такая благородная. И меня уже, наверное, можно назвать любителем итальянской школы ароматов, хоть она и не такая ярко выраженная, как французский аромат, с классическими такими аккордами, каким-то таким вот флером. Нет, здесь вот все-таки есть какое-то такое благородство в аромате. Какая-то такая немножко даже гурманская история, но она какая-то классическая, такая вот прям отборная. Вот ароматы, вот ноты и компоненты здесь какие-то для меня чистые, красивые, не грязные. Они такие вот как есть вживую, натурально. Для меня на всем протяжении изучения аромата звучит красное. Вот яблоко, когда начинают выпекать, то получается то ли пектин, то ли сахар вырабатывается в аромате, и такая сочность какая-то, вот прям даже слюнки текут, в общем, от такого звучания яблока. Коричность и какая-то нотка какао, она такая вот терпкость, першинку задает ему. Ваниль это вот такой, знаете, флор, дает, наверное, свежего теста, либо такого ощущения пирога, вот эта ванильная какая-то нота, но она очень интересная. Это не кондитерский ванилин, она такая какая-то текучая, протяжная вот эта нотка. Я не скажу, что здесь явный такой вот прям мускус-мускус, даже не мускус Тар Коллекшн, ни в коем случае не мускус Монсера, либо Аманталь. Это какое-то, знаете, как бы иллюзия отсутствия мускуса. Вот действительно, как будто здесь нет закрепителя, и все вот так вот чисто звучит, благородно. И как бы так и должно быть. Стойкий аромат, действительно стойкий. С моей горячей, но сухой такой кожи, он медленно испаряется. То есть я нанесла аромат утром, допустим, 7 утра. И на протяжении достаточно долгого звучания, 10 часов, я его себя слышу. Но это звучание не шлейфовое, оно примерно 40 сантиметров, вот такое звучание. Аурное, но чуть дальше, да, немножечко. И оно ощутимо в движении, в таком дуновении волос. На одежде, конечно, еще дольше звучит аромат. Довольно, что у меня есть данный остаток во флаконе, красивый. И на момент создания, это 2012 год, я думаю, это был такой прям знаковый аромат. И до сих пор он таким остается. Просто мы уже достаточно избалованы гурманикой, обилием ароматов. А это все-таки, я думаю, на свое время был аромат такой прорыв. Ароматы интересные. Он сохраняет свои позиции абсолютно. Имеет смысл, в принципе, даже для себя, вот мне приобрести флакон. Это прям будет хорошая, я думаю, такая инвестиция. Потому что это знаковый аромат. Я так подозреваю, интуитивно понимаю, что он имеет место такого прям какого-то переломного какого-то вот такого момента в гурманику. То есть он подзвучит, несмотря на все вот это гурманское, вот как будто это все вот свежеприготовленное. То есть вот настолько натурально ощущается. То есть нотка, например, яблоко может уходить в какую-то либо такую, знаете, пластиковую нотку, да. Либо такой чуть-чуть слащавую. А здесь же натуральное, красивое. Ты представляешь, это визуальное яблоко, такое прям красивое, сочное, красное яблоко, да. Там с какими-то нюансами очень натуральные ноты. Ноты и компоненты вот прям вот выше всех похвал. Звучит через ванильность, через такое яблоко красное, через першистость. Повторяюсь, но действительно такой хороший, красивый, базовый, даже классический уже гурманский аромат. Рада, что он у меня есть, хоть в небольшом объеме, но прям достаточно такой любимый. И прям душу греет мне этот аромат. И в нем я себя чувствую комфортно и уютно как-то, действительно благородно. Вот я так выражу последние вот эти свои какие-то комментарии внесу по данному аромату. Всем спасибо за просмотр. Делитесь вашими любимыми ароматами. Мишевыми, гурманскими и вообще любыми, что вы любите. Любите ли вы танец благородных стрекоз от Нобеля 1942. Всем желаю ярких парфюмерных открытий, классных, красивых и самых любимых ароматов в вашем парфюмерном шкафу. Всем пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...